Так нелегко раскаяться и жить, И так легко грешить и гадить, И ум и честь, и совесть погубить, И смрад порока за собой оставить. Когда суда гламление есть закон, А вратик расть вполне уже прилично, И с колоколен слышен лживый звон, И проповедник мерзок и двухличен, Взрастит детей на подлости хлебах, На доскверненной родине нажиться, Но и дентгенций не дают на небесах, И поздно к старости до хрепоты молиться. Куда идем? К чему нам злые лица? И что нестем в неискренних глазах? Итак, слушайте. Здравия и сил душевных всем настоящим друзьям моего канала. Сегодня я расскажу вам об эффекте крысолова. Этот термин я ввожу сегодня впервые. Расскажу, как мы сами породили этот эффект, Строго следуя планам нечисти и всячески помогая им кушать детей наших, Начиная с Агнецем в возрасте одного года и кончая тем, Что 95% населения мира стали крысами и хомяками И дружно спешат на плаху палача, Отпихивая менее растропных и слабых, И на ходу обнажая шеи свои до его финального удара. Как говорят французы по финале, Это означает, что данная тема уже не обсуждается И говорить больше не о чем. При этом самое смешное в этой ситуации, Что никто не может принудить их к этому силой. Не может вообще. Они сами добровольно все делают, Исполняя волю палача. А вот для детей от 5 до 12 лет, Ну возможно даже и меньше, чем до 12, Возможно даже до 11, И создан имя мировой крысолов. В каждом городе уже стоят столбы и трансляторы. В час икс имире, земле икс, Все взрослые пойдут в места утилизации и отбора. Я подчеркиваю, там, где стоят эти столбы и трансляторы. А дети пойдут, все дети, В места такие специальные детского приема и нумерации, Где будет написано, конечно, для их же блага и для их же спасения. Тоже сочин, конечно же, строгим отбором на предмет служебной полезности. Ибо не больные, не увечные, Те, которых сегодня так очень сильно все заботятся, Будут там уже не нужны. Друзья, в Балае того же великого прогрессора, И в реальности поволжского немца Гёте, Есть такая вещь, которая называется крысолов, На базе той самой древней легенды, якобы древней. И еще раз подчеркиваю, что Гёте – это классический прогрессор. И официально нам говорят, что эту балладу он написал в 1802 году. И в ней, как ни странно, заметим мы, Герой довольно привлекательный. Вот три строфы построены на фольклорных параллелизмах, Содержит утверждение трех подвигов, На которые способен данный музыкант. Он умеет изгонять крыс, Он умеет обуздывать непокорных детей, И покорять женщин и девушек. Ну вот как это звучит. Певец любимый повсеместно, Я крысолов весьма известный. Певец хвалимый повсеместно, Я также детолов известный. Певец честивый повсеместно, К тому ж я женолов известный. Они, друзья, всегда, я вас много раз говорил, Предупреждают о своих планах. Но часто делают большие ошибки, Допуская просчеты, И у них случаются полные провалы, Вроде всем уже явной липовости О операции на территории У. Печально то, что большая часть хомяков Не только верит их бредовым выбросам И голосам из СМИ, Но и то, что большее количество независимых, Как считают те, кто сохранил разум и душу, Блогеров и оппозиционеров, Не просто поют в унисон Сотрудникам официальной пропаганды, Но и, переобувшись на ходу, И даже не успел сменить Сильно обгаженные ранее в папости Своего истеричного запугивания масс Нижнее белье. Так вчерашние рьяные враги-крошки Пу Стали топить за великого карлика, Даже не оглядываясь на собственное Вчерашнее камлание. И, нахватав кусков из официальных СМИ В виде карт, боевых действий, мультиков Про чудесное оружие, чудо-оружие И про страх, бешеный страх врагов Перед великим Пу от его, так сказать, Невиданного доселе могущества. Тут сразу же приходит на ум простая аналогия С концом Третьего рейха, Когда со всех страниц, газет, журналов, Репродукторов Неслись немецкому народу Обещания от чуда-оружья фюржера. Причем эти обещания, конечно, Слушал кто? Тот, кто не держал в руках оружие. В домах уже не было взрослых мужчин. В тот период уже забирали подростков в армию В конце войны. И людей даже старше возраста, 65 лет, Отменил возрастной ценз. То есть немощных больных стариков Тоже загоняли Добровольные, так сказать, Добровольческие, я подчеркиваю, части. И вот мы там в данном случае Помните, в интернете есть полно картинок Этих самых детей С фаустпатронами Которых бросали умирать Под американские и русские танки. Тут я же говорю, действует та же самая схема Очень могучего Опереточного карлика. Причем ни там, ни там, никому Это все уже не было нужно совершенно. Но задача-то стояла совсем другая. Крысолов должен был работать. Мужчины должны были умирать. А женщины должны были верить Чудо-оружие, сидя перед репродукторами. И гробя свое здоровье на фабриках, Которые в основном работали под землей, Производя орудия смерти. Вообще, вы думаете сами, Когда женщины и дети делают что? Они занимаются творчеством. Они не развивают душу свою. Вообще, они не гуляют по природе. Они не пишут стихи, Там пусть какие-то. Они не читают книги. Они не играют. Они делают оружие. В Советском Союзе ставили ящики, Ставили подростков. И они стояли и делали оружие. Женщины делали орудия смерти. Патроны, бомбы, мины, снаряды. Все это делалось женскими и детскими руками. То есть, смерть мужчинам несли их же женщины и дети. Бессмысленность этой войны я показал давно уже. У меня есть целый цикл о начале этой всей операции с 1939 года. Как этот спектакль весь был хорошо организован. Основная задача была устроить театр боевых действий реальных, где кровь потечет, где гладиаторы будут по всей Европе с упорением уничтожать друг друга. И где летчики будут нажимать на кнопки и сбрасывать бомбы на густо населённые города. Вот такая стала задача, и она выполнялась. И послушные рабы шли с упоением убивать друг друга. Только потому, что им с репродуктора, например, говорили, что там мы идём освобождать замученных капиталистами немецких рабочих. И убивали этих самых рабочих, которые в это самое время, эти же самые немецкие рабочие, верили в то, что идут освобождать русских рабочих и русских мужиков от комиссаров. Всё делалось. Главное поставить цель. Убей комиссара, умей, убей фашиста. А то, что этот фашист такой же рабочий, как и ты, с тобой одной крови, это неважно. У меня есть ролик, ещё раз повторяю, который всем желательно смотреть, который называется «Кто живёт на территории Европы?». Итак, напомню вам основной суть легенды о Кысолове. В 1284 году, в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пёструю одежду флюетист, выбил из города 130 рождённых гамельни детей на Копенблизск Кальварии, где они и пропали. Эта дата, 26-й июня, стала для гамельцев своеобразным отчётом времени от ухода детей наших. Я сейчас подчёркиваю, от ухода детей наших. Всё это наводит на мысль о том, что за этим стояли какие-то реальные события. Существуют разные предположения, но, конечно же, как всегда, ни одно из них не доказано. Мы вообще живём в мире истории предположений, где ни одно историческое повествование, ни одна легенда, ни одна древняя рукопись, в кавычках, жирные кавычки ставим древние, ни одно повествование, ни один учебник истории не представляет ничего конкретного, кроме совершенно глупых фактов. И обозируется всё это сначала, причём обычно выходит литературное произведение, а потом появляются исторические факты, и всё это заносится аналы истории. Опачок заносится в аналы. Вам всё говорят открыто, в аналы истории. Замечу, что вся работа властей сегодня стала работой отдела пропаганды. Единого политбюро мировых СМИ. Идёт ручное управление через СМИ. Всё управление, ничем, никакого принуждения фактически нет. Люди сами, не имея на то никакого права, принуждают других людей к разным мерзостям. Цензура при этом СМИ становится всё более жестокой, умов в потоке информации начала действовать фактически инквизиторская цензура. А она становится всё более безумной. Она практически вся отдана на откуп кому? Я отвечу вам, искусственному интеллекту. Робот решает, что удалить, что оставить, что запретить, что разрешить. Именно робот. То есть никакой логики, никаких нормальных, как говорится, светлых действий робот никогда совершить не может. Этот робот уже давно перегружен всякого рода формулами для введения новых и новых запретов. Запретных слов и так далее, и так далее. Мы это всё обсуждали, запретные слова, которые всё больше и больше становятся обычных человеческих слов. Интересно, вот сейчас слово мама под запретом, но ребёнок генетически рождаясь, произносит слово, начинает через какое-то время тянуть ручки и говорит, мама, наверное, детей будут за это грудных, грудничков, что делать, бросать в лагеря. Ведь это же будет запретное слово мама. И это происходит, вот я сейчас говорю, но никто, никто в упор не хочет этого, видите, об этом слышать. Вот самое смешное, что никто не хочет, видите, и никто не хочет этого слышать. то есть на ваших глазах, на ваших глазах всю эту мерзость делают, творят, и никто не хочет слышать. крысолов, если вы начнёте критически думать и включите логику, сам по себе абстрактный образ, как воплощение в боли сатаны, и очень тесно связан с абстрактной силой, с помощью которой можно управлять сознанием. Какие же это абстрактные силы? Он связан с музыкой и песнопениями. Приписывайте также сюда, конечно же, кино, особенно Голливуд, телевидение, литературу, компьютерные игры, школу, массовые зрелища и так далее, и так далее. То есть, те, кто постарше, хорошо, например, помнят, как быстро менялось мировоззрение и поведение детей и подростков в СССР в течение всего нескольких последних лет существования СССР. Как дети, мечтавшие с упоением, поднимавшие глаза кверху, мечтали о романтике комсомольских строек, пели песни у костров о полетах в космос, об освоении Марса, о мире во всем мире. Стали мечтать о том, чтобы прибиться к банде рэкетиров, стать валютными шлюхами, стали мечтать хоть раз в жизни попасть в притоны Бродвее, слушая эмигрантские ленты всяких очень популярных певцов и певиц зарубежного русскоговорящего населения, которое к русам никакого отношения отродясь не имело. Но оно все было русскоговорящим. Потому что основной упор, конечно, делался именно на уничтожение русов с самого начала. подростки девочки как мотыльки полетели на свет прожекторов больших городов, чтобы никогда уже не стать нормальными, я подчеркиваю нормальными, здоровыми матерями, не создать свои семьи, не родить красивых, хороших детей. В зависимости от трактовки можно сказать, что крысолов это служитель бесовской сатанинской идеологии или само воплощение всех этих форм во главе которой стоит поп-искусство так называемое. Все началось очень давно, друзья, очень давно, еще в 60-е годы. А в 70-е годы уже Битлз, Роллинг, Иглст, Итрава, Травка, Хиппи, правозачачная химия, ЛСД, захлестнула США, захлестнула потом Европу, великие слуги сатаны, которые сами об этом не подозревали в начале карьеры, вроде того же Джона Ленина и его оделозной подружки, были действительно очень талантливы, оригинальны и опасны и заразны, как тот же самый ЛСД. Однако вопрос о том, что такое искусство для власти нечисти, зададим мы такой вопрос. Допустим, это одно из воплощений такого понятия, как коллективный интеллект тьмы и хаоса. Впервые ввожу этот термин, мы его все время с вами называем моргом. И так повторяю, коллективный интеллект тьмы и хаоса, нечто, что так или иначе разрушительно воздействует на человека, вызывая в нем те или иные чувства сильной эмоции. Вспомните толпы девиц, которые воплями приветствовали, например, тех же великих певцов, того же Элвиса Пресли, они буквально волосы на себе рвали, раздирали на себе одежду. Что это было? То есть эмоции может вызывать все. Они давно научились использовать музыку искусству для того, чтобы выработать, утопать естественную реакцию, как у собачек Павлора. Они прекрасно научились использовать. Гонни, вспомните такие песни, как Интернационал, Вставай, проклятием заклеймены, или вспомните песню Священная война. В контексте любой такой мировой или национальной идеологической легенды песни воздействия мелодии словно человека настолько велико, что заставляет его подчиняться, идти следом за крысоловом или за козлом в пропасть идти, идти в пропасть духовного небытия. Церковное иудейское искусство уже нечто сотворенное человеком. Я подчеркиваю, церковное или иудейское искусство уже не нечто сотворенное нормальным человеком, а нечто существующее вне человека. И то, что и фактически выше человека стало поставлено, потому что символ памятник, понимаете, там памятник вождю, памятник героя-освободителю, кому угодно, но памятник, чтобы прийти к нему помолиться, венки привезти, чтобы молодые солдатики, печатая шах, ходили к этому вечному огню нечисти зажженному, потому что им говорят, что это ваши предки там, вот такие они были, герои, они спасали, они не понимают того, что их предки резали предков других, таких же с упоением по всему миру, и рер, уже 120 лет идет резня, безостановочная резня, и все меньше и меньше становятся те, кто может печатая шах с карабина в руках подойти к этому вечному огню, уже скоро у них не найдется нормальных ребят русов, чтобы стать в строй, все больные, наркомания захлестнула страну, возможно, никто еще не говорил о том, что это другое название или форма другого абстрактного сатанинского понятия, которое в христианской религии традиции называется Богом, который якобы любовь, правда, странная любовь, копьями, мечами по неизвестной якобы причине, все кресты веры схожи, и всегда несли только смерть и разрушение, либо как рукоять меча, либо навершие меча, недаром на каждом куполе храма Восточной Европы, например, всегда раньше было, сейчас большинство хамов все равно имеют, есть символ ятагана полумесяца, то есть тоже символ оружия, три очень абстрактных понятия существуют, Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, фактически суть три воплощения абстрактной энергии нечисти и силы силы под названием которые внедряются в тела людей веры морок вводится веры безусловной и богоугодной этому сатане а дьявол это воплощение той же самой силы никакой разницы нет но с отрицательным как они говорят знаком что это абсолютно лжи но ведь любая религия есть сама по себе абсолютно лжи любая религия всегда явно с двухлики внешне если смотреть взглядом трезвым и на самом деле например та же геката зловещая змея волосая и трехликая богиня появляясь на поверхности земли лишь при лунном свете а не солнечном свете с двумя пылающими факелами в руках в сопровождении черных как ночь собак и чудовищ подземного мира геката ночная хтония и небесная урания непреодолимая бродит среди могил выводит призраки умерших насылает ужасы страшные но может и защитить от них от злых демонов и колдовства среди ее постоянных спутников были ослоногая чудовище эмпуса способное менять облик и устрашать запоздалых путников эмпуса это воплощение всей я подчеркиваю еще раз импуса это реальное воплощение всей эстрады мира всей так сказать культурной деятельности слово культурное мы берем в большие кавычки кино телевидение радио музыкальных фильм и так далее потому что служит ему на самом деле реальные духи демона керы именно такой представлена богиня на памятниках изобразительного искусства смотрите ролики на втором канале сделаны на базе исследований Александра там кое-что есть на эту тему достаточно серьезное исследование она же очень близка к образу супруги Шивы богине Калли темное так сказать олицетряющее темное время богиня почитаемая индусами как неумолимая сила времени кто же она да браво оказывается супруга Шивы понимаете на ком женат этот самый Шива самая могущественная форма шакти ярая и гневная представляет собой разрушительное проявление космической энергии она свирепит аспект богини Дурги Парватти воплощение страха и в то же время она сама вне его как бы находится нам упоминают в ведических так называемых писаниях имя Калли и оно упоминается как один из семи языков пламени огня являющийся огнем трансформации материи в энергию представляете что вообще нам наворочили Калли это богиня в этом при этом мать одновременно заметим да заботливая такая и поберегающая чад своих от злых сил уничтожающая демонов и все проявления зла то есть понимаете совершенно другая характеристика тут же идет люди все это читают многие в это верят дарующие освобождение цикла перворождения защитница богов она при этом во многих источниках Калли восхаляется как высшая реальность или величайшая из всех божеств анализ творения космических сил проявления кинетической энергии творца творения создательная сила приводящая движение мироздания дающая начало творения в то же время разрушительная сила ведущая к концу мира это та же сила способств воздействовать на человека в однако отличие от любви она несет разрушение а не созидание культ самого Шива друзья и всех богов этого пантеона не имеет на самом деле никакого отношения к нашему исковерканному отражению опять таки говорю это впервые она из мира куда более нестабильного чем мир предков наших и огромный кусок этого мира попал в это отражение в то же время привезения как и наши предки я уже говорил что любое отражение есть всего лишь тень амбера и чем далее оно находится в бесконечной цепи отражения тем оно более нестабильное и все зависит от того насколько оно отличается от оригинала при сильном при сильных катастрофах в оригинале изменениях происходит вообще полная разбалансировка и полное нарушение стабильности именно это кратковременная такая катастрофа в принципе в понимании понятия логики действий творца то что мы получили вот эта катастрофа реальная для всех отражений которая прошла черной волной она на самом деле по показаниям времени самого потому что время течет в разных отражениях по разному очень коротко исправление уже идет я сказал равновесие наступит и оно будет не за горами но для нас это срок потому что мы в отличие от наших предков стали здесь лишившись силы сил и возможности непосредственного контакта со стихийными силами практически лишились источников силы на земле сегодня практически нет и то что есть это слишком рассеянная слишком слабая сила и плюс для того чтобы мы не могли ее использовать нас все время над нами ставят все посреднее время все эти 120-140 лет эти эксперименты чем больше мы в себя принимаем разной гадности тем менее возможности у нас управлять стихийными силами второй и самый важный факт о котором не надо забывать состоит в том что такие одаренные перворожденные как Владимир свет несущий мир дома его или Константин мир дома его могут легко формировать само любое из таких отражений меняя его свойства и его обитатели и даже его историю если это только не потомки или не те кто сами родились в Ангеле или вышли из Ангела в этом случае на них повлиять они сами не могут и даже не пытаются но например поменять тех кого мы называем тенями которые на самом деле не являются носительными души это очень им легко сделать когда этот кусок отражения попал сюда во время катастрофы Владимир свет несущий мир дома его и Маговед Казанский мир дома его вынуждены были быстро принять меры для его стабилизации попавшие в этот мир жители того отражения которое носило название впервые это я говорю Хамар и Дуния имели кастовое давление деление очень четкое и давно владели некоторыми технологиями силы позволявшими им делать клонов и генетически новые модели из самых причудливых форм они владели очень хорошо энергиями нестабильными энергиями очень опасной форме владели этими энергиями но могли при этом строить прекрасные так сказать но очень уродливые по своей сути страшные храмы вся архитектура Индокитая представляет из себя вот их творчество в том мире в мире Хамри Дуния они при этом создавали новые модели биологические из самых причудливых форм мир этот был не просто нестабильным он страдал от конфликтов от страшных кровавых войн с активным применением армии и скорых под водительством профессиональных воинов которые больше ничем не занимались у них такое дело занятие было устраивать постоянные войны тем более до катастрофы они так сказать эти войны шли на примыкающих к этому отражения других мирах там практически одно копировало друг друга другое они постоянно перемешивались там но мы поговорим об этом в другой раз после их вмешательства то есть я имею ввиду после вмешательства Владимира свет несущего мир дома его и Магомеда Казанского последнего пророка человечества мир дома его больше эти часть конфликтов этих самых попавших сюда жителей мира того была погашена но выжило слишком мало тех кто мог управлять огромным количеством этих самых клоу то есть управители те кто верхняя высшая каста практически сюда не попали а те кто попали они здесь оказались в ситуации когда управлять своими стихийными силами они практически не могли поэтому земля это пришла в полное запустение с 1789 года когда началась вторая страшная война с нечистью которая к сожалению завершилась их победой а та земля которую мы сегодня называем землей мира Китая то есть та же Индия тот же Цейлон они фактически сегодня тоже живут то есть это потомки тех самых биологических экспериментов которые они делали по сохранивших кастовое деление и они живут на развалинах то есть они никогда сами это не строили не создавали не создавали потому что они не созидатели они не творцы потому что души у них ни у кого нет я вам давно сказал что современные жители потомки тех куров которые подражают своим хозяинам хозяевам сохранили кастовый строй и бессмысленные куски легенд обрядов и традиции бессмысленных для нашего времени и для этого мира совершенно бессмысленных а нечисть захватил власть приспособила их свои нужды придумала на базе языка русов некий санскрит и все это делалось единственной целью придумать лживую историю сочинить бред о народах и культуре древней Индии почему потому что им надо было объяснить откуда это все взялось территория территория была куда больше чем территория нынешней идеи и равна она всему Индокитаю фактически но об этом всем и в 20 роликах невозможно рассказать там надо исследовать рассматривать и изучать будем двигаться не спеша и последовательно и так если вы помните на втором запасном канале есть ролик заселения Палестины русскими а где же евреи переселенцы элиты государства Израиля еще раз зачитан название ролика заселение Палестины русскими а где же евреи поселенцы элита государства Израиля ролик показал четко что территорию Палестины заселяли принявшие юдаизм русские крестьяне что никем в Израиле не скрывается и это то есть факт бесполный там даже есть музей домов этих самых крестьян с которых все начиналось пусть никогда в жизни семиты которых сегодня называют евреями которые якобы вышли из Египта и попали туда они там никогда на той земле Палестины не жили переходите на второй канал и смотрите ролик вышел 4 месяца назад убойное совершение информации для всего мира ну и что вы думаете разве истина может привлечь внимание широкой стадной общественности хомяков условно разумных даже разумные те которые например верят христианские обряды их тут самую троицу они просто это воспринять не могут даже будучи разумными даже сохранив душу свою они ее ломают через колено но упорно в это верить не будут они ответственно бегут сломя голову в общую пропасть бегут погоняя на стадным страхами собственной либо упертостью либо просто элементарной тупостью но если среди них много умных которые все равно бегут туда по какой причине непонятно теперь же мы с вами вернемся к афиши которые я вам показал в предыдущем ролике который рекомендовал переселение Швеции в Новый Иерусалим с обращением в истинную христианскую веру я нашел дату когда Швеции начали реально насаждать библейское примитивное христианство на базе Ветхого Завета известного всем как Пятикнижья Моше который сделали потом на этого Моше потом назвали официально Моисеем Итак один из основных источников причем это вот никто не раскрывает все лежит на поверхности ссылка в описании нам рассказывает источник что в Швеции появились так называемые пасторы возрождения я заметим слово возрождение пасторы которые рассказывали что на месте древней Палестины по воле Яхве согласно Ветхому Завету написание самого Ветхого Завета произведения завершилось только в 1878 году первое издание в России я вам показывал значит пастору было очень простое предвещать крестьянам Швеции неминуемый конец света обогащаться за счет эгитера для миграции в Палестину где построен храм с гром господня под названием Новый Иерусалим я подчеркиваю храм гроба господня это новодел последний завершенный его работ завершался только в 1906 году завершился это чистейший новодел последней четверти 19 века итак читаем что же напишет это одна из тысяч историй то есть я почему пишу это одна из тысяч историй в 1889 году пастор возрождения один из большого огромного количества паспортов у фра Ларсен прибыл в деревню которая называлась Нас Даларни это Швеция несколько лет спустя он убедил 37 жителей что им нужно расстаться со Швецией и переехать в Иерусалим причина почему они должны это сделать они избежали бы таким образом для себя конца света эта история давно стала очень нарицательной Швеции она была показательной но только одну маленькую общину показали и потом скрывают информацию достаточно скречен но эта информация проскочила и показывает ну такой незначительный ужасный трагичный но он такой незначительный был снят в свое время в Швеции жесткий сериал который назвали Иерусалим этого в принципе сериала снятого в 1996 году то есть сравнительно недавно 26 лет назад одного достаточно чтобы снести все христианские идеи протестантской лютеранской церкви полностью в ноль но если вы думаете что авторы фильма хотели показать вам истину и были воинами света то вы сильно ошибаетесь просто уже давно шла работа по превышению шведов в ярых атеистов так что как в них все равно христианская религия у них так никогда не прижилась тут нет в Швеции нет христиан то есть их надо было превратить очень быстро в толерантный хомячковый анклав образцово показательный при этом для всего мира в этой новой Швеции быть человеком разумным и свободным с нормальной гендерной ориентацией если ты сам по себе швед стало крайне предрассудительно если ты из Сирии то тебя это совершенно не касается или там из Рана гендерное раносто есть только для белых европейцев чтобы не плодились и семей не создавали создатели фильма как-то забыли о том что таких мигрантов в Новый Иерусалим из Канинавии было не менее 200 тысяч и вот эта афиша в том же 1909 году когда издана эта афиша машина по перекачке шведов в Палестину работала в полную силу в конце 19 века и до 1927 года сотни тысяч эмигрантов шведов с Канинаву эмигрировали из своих бедных родных регионов как нам говорят но на самом деле никакой бедности тут и не пахнет эти эмигранты в Иерусалим были необычны сами сами же шведы это признают они прожили хорошую фермерскую жизнь имели большой достаток прекрасные дома как герои этой самой классической истории в деревне в Доларне и не уезжали из-за крайней нужды в поисках хлеба или еще чего-нибудь нет тем не менее они по настоянию пасторов продавались дома землю животных инструменты и навсегда прощались с родными и родиной через определенный срок большая их часть под плитми надсмотрщиков я подчеркиваю под плитми надсмотрщиков превратилась из литеран в иудеях им категорически запрещалось говорить на родном языке именно эти высокие блондины с голубыми глазами и составляют с остальными русами данными норгами поляками другими европейцами с севера Европы основную часть жителей всех кибуцы и в Израиле как я вам уже говорил евреи это не национальность это сказка для придурков есть иудеи есть разные народы утратившие свои корни и ставшие иудеями второго сорта по всему миру а настоящие высшие иудеи мир земли икс так сказать они на самом деле это мировой равенад я об этом много раз говорил это мировой равенад и они потомки от женщин клонов с острова Пасхи ибо первые равенны мужчины всегда были бесплатные и по этой причине национальность всегда определяется только по матери теперь же иудеи второго сорта а также третьего стали им совсем не нужны и в Израиле происходит то о чем я вам неоднократно говорил выживших они планируют собрать по всему миру и создать реальный второй Иерусалим на территории Украины которые они объявили уже землей истинной и обетованной и вытерли ноги о собственной сказке про Иерусалим о собственного Моисея и жизни евреев после исхода они открыто сказали что не было никакого исхода это официально говорится сейчас в Израиле что евреи никогда не покидали Египет что их земля это на самом деле земля там где по учебникам существовал хазарский каганат и что это их земля центр Европы восток Европы это земля иудеев так они говорят сегодня об этом говорят открыто по телевидению в прессе скорее всего они планируют в середине 23 года а возможно и много раньше опубликовать окончательно доказательства реальной истории христианства то есть они покажут реальную историю христианства и других всех религиозных конфессий я всегда называю их концессиями то есть синдикатами или концессиями так как все они просто коммерческие проекты классический пример это шведская история сервная проповедь этих проповедников убедила этих фермеров служанок слух в том что Иисус снова воскреснет в Иерусалиме во время Пасхи в 1897 году ведь что потом рассказывали там понять трудно что же потом рассказывали после 1897 года потому что еще 30 лет шла миграция они шли чтобы встретить его в день суда и спастись от гибели то есть они туда ехали встречать Иисуса в день суда но Иисус конечно так и не появился я вам говорил что настоящий Иисус которого весь мир знал это великий пророк человечества Исаакиевский то есть сын Кия мирдома его и внук Олега Вещева мирдома его он жил и работал себя прекрасно в Александре Невской в городе на Неве который был центром всего человечества до завоевания тем не менее колония продолжала хотя Иисус не появился существовать и драматическая судьба шведов позже была описана в великом романе Сельме Лагер Лев Иерусалим по которой потом по этому роману и был снят фильм как я вам всегда говорю это далеко не истина всего лишь кусочек с огромным гарниром из лужи но тем не менее речь идет о всем масштабах этой операции то есть о чем свидетельствует это ли главная афиша я еще раз говорю то есть не закончилась тогда а наоборот продолжала расширяться фильмы это же афиша для фильма пропагандистского фильма который крутили по всем шведским городам специальные машины ездили показывали по деревням и так далее кстати заметьте уровень качества печати этой афиши сравните с советскими плакатиками это техни технологии которые после 1921 года исчезли стали постепенно вновь внедряться по четкому плану с 1070 годов 20 века и в итоге мы пришли к нынешним интернет технологиям вернулись к лазерной печати середины 19 века я говорю лазерная печаль в середине 19 века существовала тварь ничего никогда не изобретали друзья вот эти самые крестьяне рабочие шведские датские норвежские финские польские северогермания они распевали хором гимн мы идем в зион я подчеркиваю гимн назывался мы идем в зион ничего не напоминает сегодня люди грузились в пароходы продав все свое имущество и отдав сбежение и ценности пастыри вместе с детьми и стариками они отправлялись в Новый Иерусалим без ничего голые фактически только с одеждой носили все ценные они отдали продали все отдали пастырам и в реальности там становились рабами тех самых равинов именно на их деньги и произошло становление которое выкачали со всего мира всемирной сионистской организации Швейцарии которая сегодня является реальным органом нечисти который управляет всем миром вспомните как охотно население России вы помните стал рабами их символизма совсем недавно несколько месяцев назад повсюду молюя знак З тогда же в конце 19 века на территории Палестина возникла американская колония так как из Америки тоже плыли рабы знака З распевая это за их самый гимн тактика крыслова работает очень давно и теперь благодаря всемирной хорошо поставленной системе цензурного контроля заметим что всегда за этим стоят фанатичные фанатичные утратившие всякий разум женщины типа бывшие министр обороны Германии который сейчас возглавляет Еврокомиссию ну или там это неизвестно кого который сейчас в Финляндии там премьер-министр то есть если вы посмотрите совершенно сумасшедшая неспособная даже управлять своим телом фанатичка и вот вы помните что крыслов кем он управляет крысами кто у нас крысы крысы у нас те кто служат нечисти это полицаи чиновники армия и так далее и так далее все кто работает на нечисть по всему миру это крысы далее ему нужны кто дети которых ему отдадут кто покорные его воли женщины вся Европа забита украинскими молодыми женщинами которые убежали от этой страшной якобы для того чтобы спасти своих детей на самом деле они убежали только с одной целью отдать своих детей крысовую дружная работа всех сми рьет дружная работа блогеров в инете которые все дружно топят кто во что гораздо кто за наших кто за победу кто за родину кто за Нанейку кто за Навального кто и по сей день за Трампом Пама топит кто сейчас обсуждает а посадят ли Трамп Пампам в тюрьму или нет то всех зовет в СССР а кто в империю всех зовет но суть везде одна раб должен умирать и работать в организованном в этом отражении аду в предыдущий ролик смотрите так как им хозяевам надо опять таки приведу пример из правил жизни спасенных пасторами шведов то что готовится сегодня для всего мира тактика обкат новым превышенным шведам оставалось только подчиняться своим поводырям сообщают нам в этом же фильме деньги от продажи фирмы пришлось оставить в общем фонде о котором позаботились кто пасторы я забываю что этих пастухов были тысячи сотни не забывайте что термин пастырь означает пастух от вас ничего не скрывают внимание детей забрали у родителей и воспитывали коллективно то есть люди приехали в швейц и у кого встретить Иисуса а встретили равинов которые забрали у них детей классический пример работы кроссового новые браки не допускались внимания то что сегодня делается идет все к тому что скоро запретят браки а те кто уже был женат должны были соблюдать целебат то есть им не разрешалось ничего им не разрешалось жениться им не разрешалось спать со своими женами им ничего не разрешалось нам говорят это правда да шведы 19 веки привыкли следовать за своим лидером но вот теперь эти несчастные шведы там на земле обетованные оказались в чистой садитской диктатуре сейчас им строят в это же время сейчас этим же самым шведам строят новую гендерную диктатуру но они ничего не хотят слышать первое правило волшебника помните люди глупые не хотят слышать истину вдобавок ко всему издевательству мигранты из восточной Европы подверглись воздействию жаркого климата и новых болезней только в этой маленькой колонне которую про которую фильм снят 12 шведов из 37 взрослых которые туда уехали умерли за первые 5 лет большое из них от малярии пастыри быстро ставшие непогрешимыми раввинами не разрешали никакой медитации медицинской помощи я подчеркиваю строго запрещалась любая медицинская помощь и никаких средств кроме молитвы во славу Бога иудейского то есть если у вас флюс зуб разнесло вы знаете что скоро вы можете умереть от заражения крови единственное что вы можете сделать это молиться во славу Бога иудейского эти же встрах пастыри тащат сегодня весь мир ведя к изъятию детей всеобщей бесовской стерильности тащат когда когда есть только одно бесполое жалкое существо скоро они так считают мне так даже кто-то сказал что вынащивают планы кастрации мужчин в шаг знаете для чего годится бучок кастрат только на мясо как Ефрим Мартин телка бесплодная вот что написал Алексей Безменов здравия желаю Марат многие виды животных созданы для жизни человека в лесах зверевы есть неприкосновенный запас природы для экосистем земли в случае ЧС при правильной использовании люди смогут прожить да если они будут знать как прожить ведь дичь кормить не надо я бываю иногда на местах старых деревень в Сибири на месте двора растет всех дворов бурна конопля значит это была стратегическая культура такая же как красный корень выродившийся амарант с детства помню что если корову не подоить будет горе она ревом орет утро вечер дойка иначе на мясо хорошую корову раздаете на это надо время а испортить корову нужны сутки люди в современном городе давно уже все утратили чтобы понимать важность продуктов им необходимо помнить вкус этих продуктов благодарю за труд думаю картина в музеях есть чаще всего подрештырованные фото почему сейчас никто не может их повторить добра желаю разумным человеком я с ним согласен больше сейчас либо забыла вкус настоящих продуктов либо вот те кто выросли родились в этих городах которые есть фактически ад никогда их не пробовали самое главное они сами себя называют всякими плохими словами и давно проравняли себя к животным я об этом уже все сказал любое такое движение есть дорога в пропасть все эти секты созданы с одной только целью изъять детей и сделать всех остальных скотом служебным послушайте если у вас есть дети с вашего балкона если вы живете в городе как красиво играет крысолов на своей дудочке послушайте если у вас ребенок хочет поменять пол или стал веганом или глушит энергетики или его нельзя оторвать от виртуальной игры он уже не ваш ребенок он уже давно стал собственностью крысолова и бежит за ним как сотни миллионов таких же его жертв мне дали тяжкое место для страшных пропастей во ржи и мне очень нужны руки и сердца ваши а теперь как всегда немного воскресной поэзи друзья я сейчас прочту стихотворение живущее в аду все таки послушайте его внимательно живущие в аду вас так пугает ад честилище страшит и волю отбирает открою вам секрет что призрак райский сад ад есть этот мир в нем каждый проживает кто душу заложив стал в нечисти парад который любят все и в ногу в нем шагают вокруг жару венчат котлы стоят повсюду и черти веселяс вам продают дроба цена на газ растет но каждый верит в чудо что в тех котлах кипит полезная смола что истинно давно в потворстве лжи и блуду а с алтаря псалмы рев пьяного осла живущей в аду жизнь удалась на славу квартира рабский труд и каторжный кредит начальник самодур замыленное право ребенок слунотень в игре своей сидит вы жрете не еду а схеме отраву не слыша как душа от ужаса хрипит вы жрете крови плоть друг друга поедая во славу сатаны молюя букву з ведут вас на убой надежду предлагая и рай для дураков в стране которой нет вы молитесь на ложь она для вас святая ведь любит сатана простое имя свет благодарю вас за внимание также друзья советую вам внимательно всегда читать описание под роликом там друзья именно те кто захотел смог нашел время и оказал помощь моему блогу там же есть ссылки для тех кто может присоединиться к их числу благодарю вас всех за внимание еще раз и до следующей встречи как всегда в четверг я постараюсь еще один ролик выпустить на том на втором канале запасном ну может быть если все удачно служится во вторник